Дорогие мои поклоны, дорогие Вайчнавы, мы продолжаем с вами изучать Нектар преданности. Это книга Шилы Рупага, с вами Бхактар Асамрита Синху, но Шилы Павупады изложил ее как Нектар преданности. И сегодня, давайте немного вспомним, о чем мы говорили вчера. Господь Читания принес необычный подарок. Он принес чистую любовь, Кришне, Вриндаванскую любовь, Уджвала Расу. То есть романтическую любовь, Гопи, Вриндавана, Кришне. И он раздавал это всем и каждому. Даже животным, даже Майеваде умудрился объяснить, что надо предаться Кришне. И для нас, мы вчера говорили, что для нас очень важно не перепрыгивать ступень, когда мы понимаем, что Кришна это Бог. Помните, да, эволюция? Сначала мы Бог, все остальные слуги. Потом немного человек очищается, понимает, что мы все равны. Становится им персоналистом, которые все равны. Равенство у нас мощное. И потом он прогрессирует дальше и понимает, что все-таки неравны мы. Что из многих вечных есть один вечный, который больше всех остальных, и он всех поддерживает, и мы все ему должны. У человека появляется совесть, совесть, благодарность, признает Бога Богом и начинает служение. И вот это вот понимание, что я вечно слуга, это должно всегда оставаться и во Вриндаване, и на Майкунхе, и в материальном мире. Это должно быть всегда, но когда это желание служить становится очень-очень-очень сильным, то для того, чтобы выразить его, нужно забыть, что Кришна Бог, но не забыть суть, что я его и вечно слуга. И вот это вот Уджвала Расу, романтическую любовь Кришне, Гопи во Вриндаване, Кришна принес, Господа Читания принес в этот мир. Почему он решил принести эту любовь Уджвала Расу, почему он решил принести? Что это он вдруг решил? Был, был, и тут раз, и решил принести. Какие причины есть? Задолжал Гопи, говорят, Гопи. Поэтому он должен был идти. Ну и три причины. То, что он хотел испытать вкус. Что это значит любить Бога? Что это значит любить одного? Посмотреть на себя глазами преданных и испытать ту интенсивность эмоций и чувств, которые испытываешь Мать Радхарани. Это были внутренние причины. Он хотел это испытать. И, соответственно, внешние причины были какие? Адвайда Ачаря позвал, понятно, супер. Им пришло время указать. Показать что? Примером своим. Да, он хотел показать. Он хотел показать, как, значит, любить Кришну. Потому что материальный мир не имеет никакого смысла, говорит Кришна Датской Раджи, если нет возможности узнать о Вриндаване. Поэтому Кришна решил поделиться этим знанием. И что-то было еще у нас одно. Как раз время пришло Юбадхарму проповедовать о спевании святых имен. И как выглядит этот дар? То есть это вот почему он хотел раздать. И теперь как этот дар выглядит? Он выглядит в форме чего он этот дар раздает? Точно, он раздает в форме Харинама Санкертаны, в форме воспевания святых имен. И он дает Хари Кришна мантру. Это сам Господь Кришна и Шимати Радхарани. И он дает настроение, в котором нужно обращаться Хари Кришна мантры. То есть Радхи и Кришни. Потому что если нет правильного настроения, а секретное настроение. Кстати, вы знаете, какое настроение секретное? Точно, откуда вы все знаете. Это то Вриндаванское настроение. Трината Писуничина. Вот в этом Вриндаванском настроении, основа Вриндаванского настроения, Господь Читания воспевает святые имена. И что с ним произошло, когда он стал так воспевать святые имена? Да вообще с ума сошел от эмоций. Потому что Кришна это же источник всех эмоций. Любые взаимоотношения с Кришной возможны. Поэтому он сразу оказался, не побоюсь этого слова, в объятиях святого имени. Понимаете? И это то, как раздавал господчитание. Вот этот дар. Он воспевал святые имена в настроении любви Кришны. И он поднимал до этого уровня плоть даже животных. Даже животных. Невежественных существ, которые полностью, полностью забыли кто они, что они. И которые только вот я бог, все остальные мои слуги. Вот даже на таком уровне господчитания, когда им говорил Харе Кришна, то они становились чистыми пременами. Что-то я вспомнил сейчас историю. Когда Шривас Токур очень переживал. Это было гонение. На Махату хотели закрыть. У Шривас Токур у него было на Махата. И вот соседи уже вызывали, хотели вызвать полицию. Или даже не вызвать, они переживали, что полиция уже едет. Даже не полиция, а войска, чтобы вот наказать всех. Из этого Шриваса у нас так все плохо. Давайте сбросим его дом в речку. Вот такая была ситуация. Шривас Токур стал поклоняться Господу Алисимхадеву. А вы бы что стали делать? Понятное же дело. Стал Алисимхадеву поклоняться. И в этот момент господчитание, которое сверхдуша в сердце каждого, почувствовал страх Шривас Токура. В это время он ушел по Панавадвипи. И услышав этот страх, он просто направился сразу к Шривасу. Стал стучать ему в дверь очень сильно. Шривас, что ты там делаешь? Ты думаешь, что ты делаешь? Алисимхадеву поклоняешься. Зачем ты поклоняешься Ему? Я Господь. Чего ты боишься? Если я не захочу, то никто даже не узнает об этом. И даже если они узнают, они сюда не приедут. А даже если они сюда приедут, что они с нами сделают? Знаешь, что я сделаю? Я вот на месте, знаете, вот эта привычка быть на месте Бога, которые периодически появляются. И вот что бы я сделал на месте Бога? Вот что бы вы сделали на месте Бога, если бы ваших бьют? Правильно. Как будете защищать? У вас все могущество, вся сила. Как будете защищать? Правильно? В нос сразу. А как еще? Будете бить этих людей? Как решил защитить Господь Читания? А правильно? Нет. Не угадали. Не сделанных преднами пока, но смотрите, как он хотел их наказать. Как хотел он сживаться защитить? Говорит, смотри, они сейчас придут, я им скажу, все, едем к вашему шаху, к вашему начальнику, вашему правительству. Я приеду туда сам, я скажу, приведите сюда ваших животных, всех слонов, ослов, всех приведите. И вызовите всех главных ваших священников. И вот пусть эти ваши священники так прославляют Бога, чтобы эти животные стали преданными. Смогут? Да, конечно, они не смогут ничего сделать. А потом что сделаем? Потом я скажу им, Харе Кришна, и все эти животные станут чистыми преданными. И тогда они все поймут. Вот, понимаете, такая была стратегия помощи Шевастакуру. И чтобы Шевастакуру еще сомневался, а реально что ли такое возможно? И тогда господь читания, в виде его сомнения, он сказал маленькой, как это называется, племянницей Шевастакуру, который звали Нарайни, 4 годика было. Это примерно то же самое, что быть животным. Уровень сознания такой же, животный уровень сознания, эгоистичный очень такой. Говорит, Нарайни, воспевай Харе Кришне, обратись к Кришне. И она, знаете, обрела все те же эмоции, которые имел Господь читания. Она стала ее сознание, ее сердце стало переполнено любовью к Кришне. Она стала плакать, она стала взливать к Кришне. Шевастакур понял, все нормально, все нормально. Не к кому больше обращаться, как к Господу читания. Поэтому Господь читания делал такие вещи через воспевание святых имен. И еще одна вещь я хотел сказать, что Рупага с вами, чем мы закончили, что Рупага с вами описал этот опыт, потому что, понимаете, вы видите, допустим, в интернете, в интернете какого-нибудь фокусника, мне кто-то прислал видео, говорит, посмотри, как классно он делает. Там реально чудеса какие-то происходят. И вот вы смотрите на эти чудеса, но вы можете эти чудеса воплотить в свою жизнь. Вы можете просто восхищаться, что он, в принципе, не хочет этого, чтобы восхищались, но не дай Бог, чтобы кого-то обучить этим. И точно так же, даже видя Господа читания, видя то, как он утопает в любви Кришне, можно восхищаться этим, можно, попадая в поле его сознания, что-то испытывать. Но вот развить то же самое, научиться любить, вот это сложно, это сложно. Для этого нужна определенная практика, нужно обучение пройти. И что сделал Рупага с вами? Он вывел формулу любви. Вот вы задумайтесь, вывел формулу любви. То есть что нужно делать, чтобы любовь возникла? Это же мощно. Любовь это чувство вообще, это эмоции. И вот как сделать так, чтобы вот точно такие же эмоции были? Вот технология описана в этой книге. Макпер и Санвети Синхо. У нас есть доступ к этому. И есть часть, которая зависит от нас, что мы должны делать. И конечно же есть часть, большая часть называется милость Кришны. Но чтобы эту милость призвать, надо показать нам, что мы вот в ту сторону ведем. Если мы не будем показывать, то тогда подумают, что нам не нужна эта милость. Понимаете? И вот эта вот технология получения милости, то есть как нужно себя вести и что нужно делать, эту формулу я описал Рупага с вами Бактера Санвети Синхо. Это то, что у нас было вчера. И перед тем, как мы к новому материалу подойдем, я хотел несколько организационных вопросов с вами по этому курсу решить. Первое у нас будет, мы будем придерживаться структурного изложения материала. У вас у всех вот такие бумажечки же есть, да? Очень хорошо, что у вас есть. У кого нет, потом возьмете. Потом возьмете. И вот эта структура, вот эта структура всего, всей восточной части, которую мы будем проходить. То есть наш курс будет придерживаться этой структуры. Я называю это создать шкаф. Когда вы приходите домой, представляете, домой пришли, Матаджи, домой пришли, а там обезьяны у вас. Хозяйничают. Понимаете, да? Вот, и что там происходит дома с обезьянами? Куча, куча мала, да? И вот как удобно пользоваться вещами, когда они вот после обезьян? Вообще неудобно. А когда они по полочкам разложены, как ощущения? Классно же? Нектар. И вот точно так же, когда информация поступает просто в квартиру, да, а там нет полочек никаких, у вас просто куча появляется. И вы чувствуете, что у вас много вещей, много знаний, но нормально пользоваться этим вы не можете. И даже когда, то есть чем еще хорош шкаф, что когда вы слушаете лекцию уже не этого курса, а своего духовного учителя, и вы слушаете факты, истории, информацию, вам уже понятно, куда складывать эту информацию. Поэтому очень важно, что у вас шкаф в голове. По каждой книге в идеале, по каждой книге это должно быть. На самом деле, даже если вы одну книгу вот так изучите, у вас будет шкаф, то это сразу облегчит вам восприятие, ну, то, что говорит вам духовно учитель. Поэтому мы будем шкаф этот соблюдать, нанизывать. Я буду вам давать схемы по каждой главе. Вот здесь у нас, вот у кого есть, посмотрите, прекрасная схема. Тут всего четыре больших паучки. То есть мы одну четвертую часть нектара преданности будем проходить с вами. Это называется восточная сторона нектара преданности. И эта восточная сторона состоит из четырех частей. Первая часть называется Самания Бхакти. Самания означает общее описание, что такое Бхакти. Надо хотя бы разобрать принцип, принцип, что такое Бхакти. И эта часть, это введение и первая глава. Видите, здесь написано главы, да? Введение и первая глава являются описанием Самания Бхакти. Очень все просто. Вторая часть называется Саддана Бхакти. Очень актуальна для нас. Со второй по четырнадцатую главу это Саддана Бхакти. Тут у нас будут начальные ступени, квалификация, Бхакти, высшее освобождение, независимость Бхакти, практика, качество преданного, спонтанное преданное служение. Видите, удобно как все, да? То есть, когда мы будем доходить, вы уже будете понимать, а, это вот здесь находится. И к концу, к концу курса вы будете смотреть на эту схему, и она у вас будет, знаете, сиять. Потому что вы знаете, что каждый квадратик о чем? Там в каждом квадратике понятно, что находится. И каждый из этих квадратиков у вас будет отдельная схема. Чувствуете, классно как? У вас все будет по полочкам. Я уж не знаю, как до практики, но по полочкам теория будет разложена. Понятно, да? То есть, третий, это Бхабабахти. Там определение и с 17 по 18 луфу. Две главы будут описывать Бхабабахти. И према Бхабабахти в 19 луфе. Почему так мало? Потому что все остальное, все остальное в Нектаре преданности будет описание, как эта према проявляется. И страницы даже описаны. Преданные. И я хотел вас попросить одну вещь сделать. Вот для того, чтобы ваш шкаф сформировался, вам нужно обязательно читать сам Нектар преданности и находить прямо вот эти части, что они действительно существуют. Вот все разделы, которые мы будем вам давать, вот их прямо надо в книжечке отмечать. Вот это вот здесь, это вот здесь, чтобы у вас... Так вы, конечно, мне как хорошему человеку поверите, что, наверное, так и есть. Но если вы не состыкуете эту схему с самим Нектаром преданности, вы забудете все это. И у вас, кроме бумажки, ничего не останется. Поэтому первая из целей, которой мы будем придерживаться, это то, что мы будем создавать шкаф, чтобы все у вас там было, чтобы вы могли... Потому что как вы будете пользоваться, если вы даже не знаете, чем пользоваться? Раньше люди перед тем, как они изучали шкаф? Они учили наизусть. Они просто сначала учили наизусть. А потом начинали анализировать это. Сейчас мозгов нет, поэтому из компьютера. Но принцип остается такой же. Сначала надо понять материал, потом можно с ним что-то делать. Окей? Это первая вещь, которую надо понять. У вас на все будет схемы. На каждую главу, на каждую эту часть будет схемы. И вот это основной шкаф. Потом будут идти ответвления каждому из этих вот... Каждый из этой полочки. Схемы я вам буду высылать. Я сейчас объясню, как у вас эти схемы будет появляться. Кто привык по почте, будут по почте получать. Мандава Патти Праба будет распечатывать. Вторая вещь. На этих полочках у нас будут самые главные определения. То есть какие-то важные моменты мы прям будем на уроках прорабатывать. Как вот если мы возьмем шкаф, там полочки, есть книги. И вот важный момент это книги на этих полочках. То есть на чем-то мы будем прям долго задерживаться. Будем немножко типа интерактива делать для того, чтобы отпечатывать получше. И насчет определения и важных вещей хотел сказать, что конечно я постараюсь со своей стороны сделать все возможное, чтобы это у вас осталось. По крайней мере теоретически чтобы было, но хотелось бы, чтобы чуть-чуть хотя бы это до практики дошло, чтобы это было практично и на практике мы это использовали. Надо молиться, учиться будем молиться тоже. Теперь, что вас всех интересует всегда это экзамен. Экзамен у нас будет. И есть последний экзамен преданный. Называется смерть. И вот это основной экзамен. Вот там у вас проверится все, насколько вы поняли нектар преданности. Вот вы смеетесь, а вот ну это реальная вещь. И вот там уже уже все. Там не будет мандалопати прабу. Там будет кто-то другой. И вот в этот момент у вас спросят, ну как? Ты понял бахти? И вот тут надо будет все объяснить. Есть промежуточный экзамен. То есть есть последний экзамен. это смерть. Есть промежуточный это называется жизнь. И в жизни будет проверяться насколько вы усвоили то, о чем вот здесь на уроках говорится. В жизни. Каждый раз, когда рикша вам скажет другую цену, хотя договаривались о другой цене, вот тут будет проверяться это в жизни промежуточный экзамен, насколько вы это поняли. Но также будет экзамен после курса. чтобы вы могли понять ну вот схему-то усвоили, схему и важное определение. У вас будет несколько вещей. Вам нужно будет знать эти схемы все. Я уверяю, это легко вообще запомнить. Судьба у кого зрительная память, чуть-чуть разума и все легко вы можете написать. Чуть-чуть, много не надо. Насчет определений, ну насчет определений будут вопросы. И я вам выдам вопросы с самого начала приду. И вот они будут прям такие на экзамене. И у вас не будет что-то рассказывать вам, а потом на экзамене о чем-то другом спрашивать. Вот такого точно не будет. Но кому-то может показаться, что вопросов мало. Нет, это не про вас. Поэтому для тех редких людей, которые хотят погрузиться в шастры, если вам вопросов покажется мало, обратитесь лично ко мне, я вам посоветую, что еще почитать. А что вы смеетесь? Есть людям, которые будут скучны, а кому-то будет слишком сложно. Поэтому надо всех учитывать. Кому будет мало, я вам дам еще. Но минимум это те вопросы, которые я вам выдам. Хорошо? И вы можете уже сейчас по ним готовиться. Вы можете сейчас по ним готовиться с уроков, обсуждая и так далее. И я еще вам помогу на них отвечать. В последних уроках я помогу вам это сделать, чтобы уж точно сдали. Чтоб мне не стыдно было перед мандалопатию, что месяц людям что-то объяснили, они ничего не поняли. и теперь еще самое важное преданное, самый важный элемент. То есть с экзаменами разобрались? То есть там будет шкаф, надо будет схемы нарисовать, объяснить. Там будут вопросы, которые вы в конце этого месяца будете знать наизусть. И там будут шлоки, представляете? А что делать? Вот спрашивают, зачем учить шлоки? Вот дайте самый классный ответ на этот вопрос. Подтверждение шастера. Порадовать Кришну. Интересно. Разум работал. Разум чтоб работал. Вот маты же с этой стороны даже не реагируют никак. Они не могут понять, зачем это надо делать. Потому что тяжело. Давайте еще. Суть этих шлок раскрылась. Ну-ка. Лучшее понимание шастер. Они без вдохновения как-то еще. Что проповедовать? Для этого необязательно сдать шлоки. Веру свою увеличить. Использовать сложные моменты в жизни. Ну, во-первых, шлоки надо сдать, чтоб экзамен сдать. Иначе вам не дадут вторую инициацию. Но вообще идея не просто их зазубрить. А идея в том, чтобы вот я когда шлоки повторяю, у меня не очень хорошая память, и она как бы хуже становится. Поэтому мне надо регулярно повторять шлоки. И вообще если вы не повторяете шлоки, они забываются. Они забываются. Поэтому зачем повторять шлоки? Каждый раз, когда вы повторяете шлоку, а если до этого вы, а мы же будем наполнять их смыслом. Если эта шлока наполнена смыслом, вы на нее медитировали, то каждый раз, когда вы ее повторяете, то вот эта глубина, которая есть в этой шлоке, она восстанавливается в вашем сознании. Просто 15-20 минут вы повторяете шлоки, которые вы знаете, и вы чувствуете очищение. Сразу мозги на место становятся. Вот кто в гайдре повторяет идея точно такая же, тоже восстановление ситханты. Поэтому шлоки очень здорово для своего личного очищения. И не скупитесь, потратите время, все равно вы здесь уже мерзнете во бриндаване зимой. Но потратьте время, чтобы эти шлоки ожили. Понимаете? Каждое слово, смысл, помедитируйте, помолитесь Кришне, чтобы дошло вот это все. И помимо того, что вы будете сами очищаться, когда вы будете их использовать, то там готово уже семинар каждой этой шлоки. Вам будет о чем говорить. И не стыдно будет, потому как вы не придумали, это находится в самой шлоке. Уловили, да? И вам надо много будет шлок знать, но что по-моему 10. Что делать? Такова программа. Вам тоже ее выдадут, можете уже начинать учить. И еще одна вещь хочу сказать. Очень важная. У вас есть напарники? Вот это глупость, что у вас нет напарника. Потому что если вы после лекции друг другу не расскажете, то вы забудете 80%. И вот на уроке, когда вы слушаете, вам кажется все понятно. Обращали на это внимание? Знаете почему вам понятно? Потому что преподавателю понятно. потому что он делится с вами ясностью своей. Ну на каком-то своем уровне. У вас создается иллюзия, что вам понятно. Но это просто ему понятно. И он вдохновил, и вы поверили, что вам тоже понятно. Но и так как вам кажется, что понятно, что это смотреть, то вы туда не смотрите. И через какое-то время, когда вы туда смотрите, вы обнаруживаетесь, что ничего не понятно. И вот когда вы пересказываете даже понятные вещи вам, другому человеку, потратите 10 минут на это. Один, другой алгоритм, я могу научить, кому это интересная, простая вещь. И когда вы обсуждаете это, вы сразу проясняете, что же вам непонятно. А вот не обсуждая, вы бы даже не поняли, что вам это непонятно. Понятно, да? Это мне понятно. А вы поверили, что вам понятно. Если вы поняли, то у вас будет напарник. И для этого не обязательно, что это напарник или напарница должны быть махамагават. Вообще не обязательно. Может быть кто угодно, главное не стенка. Вот поэтому вот в комнате с кем ты живете, вдвоем, троем это делайте. По всем урокам это надо делать. Вместе делать домашку. Вместе вспоминать о чем, что было на уроке. Вместе наполнять эти схемы смыслом. Я сам так делал. Я учился когда на бхактишастрах еще сухарево. Зимой гулять можно было только в сугробах по лесу. Вперед и назад. Кормили, я не буду говорить чем кормили. Вот тяжелые были времена. 90-е годы. 90-е годы. Кризис был. Никакого материального счастья не было. Было четыре занятия в день по полтора часа. Плюс шим от бога этого сутра. Это был экстаз. И мы с другом, вот с кем мы, мы напарник, как-то, до меня сразу дошло, что это надо делать. Ранганат два лет принадл. Утром мы жили в соседних комнатах. Когда я еще чистил зубы, он приходил еще в гамче. Говорит, а вот знаешь, а на самом деле там раз из боговагиты что-то. Я вот ищу зубы, думаю. Помылся, иду к нему, говорит, на самом деле я думаю, что вот так. Это был наш день. То есть мы просто жили во всем. Жили. И вот если такого нет, то оно будет выветриваться. Вы не сможете погрузиться. Оно будет плоским, скучным, и оно будет забываться. Но когда вы обсуждаете, я не знаю, даст нам Кришна возможность интерактивы делать, интерактивы когда есть, это все помогает оживлять эти вещи. Хорошо? Итак, шкаф будем делать, это важно. Надеюсь, понятно, зачем это нужно, чтобы все осталось, вы использовали. Будет важное определение, будем их обсуждать, говорить. Обязательно должен быть у вас напарник, напарница, два-три человека, делайте это, иначе выбедрится. Все. И зачем вообще баджан, баджаны предны поют? Молитвы возносят. Они хотят милости. Что такое милость? Настроение, правильно, настроение. Определивое настроение получить. Настроение, и для этого, чтобы получить эту милость, нужно сначала понять, к кому мы обращаемся, что она у них есть. Потому что чем больше мы прославляем, первая часть молитв, это надо прославить. Потому что чем больше мы понимаем, насколько он велик, насколько он могущественный, тем больше у нас появляются надежды и вдохновения, что надо просить. А так скажем, надо просить, а он может и не даст. А может у него и нет того, что нам надо. Поэтому в этом баджане Шиневас Ачария прославляет шесть Госвами Вриндамы. Он прославляет, что у них есть, и говорит о том, что они могут этим поделиться. И Шиневас Ачария очень хорошо знает всех этих преданных, всех этих великих святых, лично общался. С кем лично общался Шиневас Ачария? Лично из них с кем он общался? С Рупа Госвами. С Живой Госвами. Рупа и С Анатол Госвами к тому времени уже ушли с этой планеты. Он общался, он учился у Живы Госвами. Правильно? Там был также Рагуна другие, ну Жива Госвами точно был Рагуна. Вот. То есть он хорошо знал их, слышал рассказы о он жил этими личностями. его те, за кем он следовал. Поэтому он очень хорошо знал их качества и здесь их проставляют. Я хотел пройти сейчас каждый куплет, не просто прочитать перевод, для того, чтобы этот баджин немного ожил в нашем сознании. Чтобы когда мы будем петь его, мы могли на этом медитировать. Тут нет пословного перевода. Я вам сброшу в телеграм как бонус. Пословный перевод. Харидев Прабу очень красивый сделал пословный перевод и это помогает этот баджин оживить. Так, куплет. В глубоком почтении я склоняюсь перед шестью госвами. Шрирух госвами, Шри санатана госвами, Шри рагунадхой бады госвами, Шри рагунадхой дасам госвами, Шри джива госвами и Шри лагопалы бады госвами, танцуют в экстазе, погощенные пением святых имен Кришны. То есть, представляем, да, танцуют в экстазе Кришна, Киртана, Гана, Нартана, Парао. То есть, они танцуют и поют, и при этом они счастливы. Дальше. Они океан любви к Богу и поскольку они никому не питают вражды, они пользуются любовью негодяев и честных людей. На них лежит благословение Господа читаний, что бы они ни делали, каждому они приносят радость. Они целиком посвятили себя миссионерской деятельности, цель которой спасти все обусловленные души, материальной Вселенной. Здесь несколько частей, давайте на них обратим внимание. Первая вещь то, что они поют. Это, надеюсь, стирается, поют. Они поют Харе Кришна мантру. Это то, именно, чему их научил Господь читаний. Поют Харе Кришна мантру в состоянии тренатописной нечина. Они в океане любви находятся, океан любви. Это ж не просто они поют, они в океане любви поют. Это первая вещь, о чем говорится. Вторая вещь, это то, как они относятся к людям. Вот есть люди, и не совсем люди. вот разные есть люди. Кто-то с рогами, кто-то без рогов. И вот Госвами. как они относятся к людям? Не питают вражды. Не питают вражды. Нет зависти к ним. Нет нирмацарам. Нет зависти. И еще одна вещь, это то, что они всем хотят послужить. Они хорошо относятся. и вот эта важная вещь нет зависти. Сейчас мы об этом поговорим. И третья вещь это то, что они поглощены миссией. Миссией Господочитания. Цель этой миссии в том, чтобы помочь живым существам. Здесь написано спасти все обусловленные души материальной вселенной. Здесь нет пословного перевода. Но здесь свечетания крипа бхарау они несут милость. Они несут милость Господа читаний. Бху вибу воб хабар бхарава хамтаракав. Для того, чтобы убрать бремя, которое давит на живых существ, давит бремя. И вот этим своей деятельностью, своим служением человечеству, они это бремя убирают. И вот третье есть бремя. Вот такое бремя рисуем. бремя, давит. Которое давит на мозг обусловленным живым существам. И что делают в Госвами? Они убирают их цель убрать. И что у нас получается? Ну так получилось. 32 килограмма, да. Такая гиря есть. А вы что думали? 32 килограмма. Смотрите, ващнамы, что получается? Что Госвами Вриндавана они несут милость Господа читаний? Это милость Господа читаний проявляется в том, что они дают вот такое святое имя, и они вот так относятся к живым существам. То есть милость, помните, мы говорили, что это воспевание святых имен и определенное настроение. вот эти два вещи как раз и делают Шри Госвами Вриндавана. На людей давит? Вообще на людей что-то давит здесь? Премя, премя материального существования. Как проявляется, что на людей премя материального существования давит? Карма, да, карма. Что карма-то? Заставляет действовать карма? Желание. То есть в двух вещах проявляется. Вот это, то есть мы-то хотели, чтобы все здесь было хорошо, да? Ехали во Вриндаван, думали, будет тепло, а раз и сгорел нагреватель. Ночью при том, да? Вот это называется материальный мир. Тут все время происходят какие-то вещи, которые нам причиняют беспокойство. И это происходит в форме каких-то событий, ел дал, попался камень, сломал зуб. Раз, такое. Бывает такое. И это также проявляется в форме того, что в уме беспокойство человека. Даже если зуб не сломался, даже если нагреватель работает, все равно чего-то не хватает. беспокойство в уме, которое называется неудовлетворенность. Человек неудовлетворен жизнью здесь. И из-за этого люди постоянно находятся в таком состоянии чего-то не хватает. Вот это время. И для того, чтобы им помочь, вот человек с такой гирей на голове. Как им помочь? Вы приходите и что-то даете ему. А они как реагируют? Пробовали что-то людям давать? хорошее? Бхагавадгиту вот дают люди. Как они реагируют? А почему они с недоверием к вам относятся? Потому что есть опыт, что люди просто так ничего не дают. У них есть какая-то корысть у этих Кришна ихров. И действительно у них могут быть такие корысти. И вот чтобы люди вас слушали, чтобы люди нас вернее слушали, что надо сделать? Да, да. Чтобы люди почувствовали, что мы к ним хорошо относимся. Так ведь? Вам же нравятся люди, которые к вам хорошо относятся? Сразу хочется их слушать, да? Воспринимать серьезно, что они говорят. Психология так устроена, сначала завоевать доверие, в бизнесе так устроено. Так вот, людям нравится, чтобы к ним хорошо относились. И если вы убедитесь, что вы к ним хорошо относитесь, они будут серьезно воспринимать, что вы говорите. Что мешает нам хорошо к ним относиться? Зависть. Зависть есть. Соперничество, благотворенность собственная, денег не хватает, славы не хватает, еще чего-то не хватает. И поэтому мы вроде улыбаемся и говорим с людьми, но они не верят. Ну может хорошие люди, они как-то чуть-чуть доверяют. Так вот здесь Шриньва Сачарь пишет Тхира 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 это люди, которые приличные. Здесь говорится, как их называют? Пользуются негодяев, честных людей, честные люди. Тхиры Тхиры это те, кто могут контролировать свои чувства. Тхиры которые следуют принципам морали, они не как животные живут, что захотелось и сделал. Они уважительно относятся к другим людям. Это Тхиры контролируют свои чувства. А Тхиры это люди, которые чувства не контролируют. Они живут, как сердце подсказывает. Сердце подсказывает, надо делать. А что? Это же Господь подсказывает мне сердце. И соответственно, так как они живут, как им сердце подсказывает, то тем самым они причиняют беспокойство окружающим. Ведь они не видят окружающих, они не уважают окружающих, они только свое сердце слушают. И вот эти с рогами это Тхиры, а без рогов это Тхиры. Вот скажите, кому легче из них показать, что я к тебе хорошо отношусь? Тхирам, правильно. Тхирам. Почему Тхирам сложнее? Потому что они настолько погрязли в эгоизме, что они всех подозревают, даже тех, кто бескорыстен, они все равно подозревают, что они эгоисты. Поэтому им еще сложнее объяснить, им еще сложнее доказать. Я вспомнил сейчас один фильм, Филипп Нерик, звали этого святого, и он пытался из беспризорников, знаете, брошенных детей, которые воровали везде, он пытался им объяснить, что он к ним хорошо относится. Он даже чудо сделал, чудо, он накормил их, он там на всех этого толпы, наварил суп, и раздавал этот суп, и суп не кончался, реально чудо. И они, знаете, все надеялись, там, ну, как бы, спасибо, мужик, а потом, вот это неплагодарный просто. И он, соответственно, думает, ну, все, мы подружились, давайте вместе жить, я вам буду вообще колдула, ну-ка убирайся отсюда. Вот это адхиры. Вы им делаете хорошее, они не верят вам. И прошло, знаете, целых полтора часа фильма, перед тем, как эти люди, эти жесткие адхиры, они поверили ему, и согласились принять то, что он говорит. Так вот, Госвами Беннавуни, когда они общались с людьми, так как у них нет, нет никакой зависти, никакой зависти нет. То даже адхиры, вот которые всех подозревают, они хорошо к ним относились. Почему? Потому что они понимали, это хорошие люди, они любят меня, они не пытаются у меня что-то забрать, какие-то пожертвования, что-то еще. Вот это был Госвами Беннава. Нет зависти. Давайте про зависть еще чуть-чуть вам расскажу, вам пригодится. Слышали такое, что если мы видим в ком-то недостатки, это значит, что эти недостатки есть у нас. Слышали такое, Правда это, Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. да, сейчас узнаем. Вот крайняя точка, когда человек очень эгоистичный, очень много недостатков. Вот он просто негодяй. Негодяй. Вот негодяй адхиры такой минус. Подробно об этих негодяях и праведников праведников описывает их описывает Ишина Чакравархи Такур. Четыре категории хороших людей, четыре категории нехороших людей. В комментариях Шимадбагава, где он описывает, где Сати, я сейчас не помню текст конкретно, у меня есть цитаты, где Сати отчитывает своего отца Дакшу. Она называет его худшим среди людей, а Шима называют лучшим среди людей. И вот в этом комментарии Вишина Чакравархи Такура написывает четыре категории хороших людей, четыре категории нехороших людей. Так вот самый нехороший человек, сейчас не буду ту таблицу приводить, самый нехороший человек, он настолько негодяй, что даже там, где нет негодяйства, он видит негодяйство. Просто намек, просто кто-то так вот нахмурил брови и говорит о, террорист. Кто же еще с такими бровями, только террористы. Понятно, да? Поэтому в его случае, куда бы он ни посмотрел, он видит недостатки. Почему он их видит? Потому что он сам ведет, и он всех подозревает, что все такие. Сам террорист. Согласны? Теперь этот вариант, это святой человек, на самом верху. У этого святого человека, у него нет даже определений, даже намека, даже слов таких нет в лексиконе нехороших. Его сознание полностью чисто. Он даже не понимает, что хорошо, что нехорошо, что может быть что-то нехорошо. Этот человек его описывают в 11 песне Махабхагава, 11 2 47 если я не ошибаюсь. что он повсюду видит Господа. Он не видит никаких недостатков вообще. Даже там, где какое-то негодяйство, полное негодяйство, он не видит этого негодяйства, он видит хорошего люди. И на самом это не какой-то глюк, потому что так как Кришна хороший, и он видит всех связан с Кришной, то он везде видит только хорошего, всех видит преданным. он не может проповедовать, не может исправлять, потому что кого исправлять-то? Все святые. Понятно? Поэтому видит он где-то недостатки. Почему? Потому что у него полностью чистое сердце, он не рваться рано, нет зависти, нет корысти никакой. Теперь есть ноль посрединке. Ну чтобы было легче нам это все делать. Ноль это когда у человека это мадья мадья кари. Ноль это когда у человека состояние у него есть он видит что все хорошие, что все слуги Кришны в смысле он знает, он прочитал это шастра. И всем надо что делать? Всем надо служить, потому что это все энергия Кришны, а Кришну я люблю, поэтому всех я служу, но служу по-разному. Мадья мадья кари делит людей на категории. О чем это говорит? Что у него еще остались в сознании категории. Вот это грешник, это праведник, поэтому грешник он служит вот так, как служит грешником угольков подкладывает? Это кто у нас тут? Мадья мадья кари? Два варианта. Если они склонны слушать сострадание, если они не склонны слушать, то избегать. И то, и то это служение. Он не с ненавистью убегает, не с ненавистью. Он таким образом заботится о них, потому что оскорбляя они делают себе хуже. Уловили? И теперь смотрите, это ноль. Вам понятно, да? То здесь полностью сердце чистой нермацераном вообще недостатков не веет. Здесь одни недостатки и всем поэтому хочет исправлять, боль причинять. А здесь он хочет всем служить, но еще делить людей на категории. И вот все остальные они где-то посрединке вот здесь. Выше нуля, ниже нуля. Если вот в эту сторону человек идет, означает он видит недостатки и использует их для того, чтобы больно делать другим. Этот человек, который отсюда сюда идет, он видит недостатки, но не для того, чтобы больно делать другим. У него есть понимание, самскары еще есть, поэтому делят на категории, но он делит их для того, чтобы лучше служить. И Госвами Вриндавана в какой категории были? Вот здесь они были, вот здесь, поэтому когда человек не видит, вот представляете, на вас смотрит человек, который смотрит на вас как на я не знаю, как на глыбу изумрудов, глыб жимунов, с таким восторгом просто. Как вы себя чувствуете? Слушай, как-то неудобно прям, да? Правильно? Неудобно. Почему человек так обо мне хорошо думает? И хочется что делать? Хочется быть таким. И так как святые так смотрят, и это не просто мне подхожу к человеку, слушай, ты святой, и он чувствует, что я его обманываю, что я сам так не вижу, я просто комплименты раздаю, и он чувствует это, поэтому мне не верит. Но когда я реально восхищаюсь, когда реально вижу, что это душа, родненький ты мой, Кришнейш. человеку думает, что ж такое, ко мне так относятся-то вообще, надо как-то манкру повторять, что ли, я не знаю, я же преданный, он говорит, я преданный, и поэтому Госвами Бендаван, находясь в этом состоянии, отсутствие зависти, когда они соприкасались с людьми и с Тхирами и Атхирами, особенно Атхиры, пример, где Госвами соприкасались с Атхирой и тот вообще расплакался. Я вспомнил историю про Рагунадхудас Госвами, когда его поймал там какой-то человек в полицию, его дядья задолжали денег, там целая история, может кто-то помнит, и они сами-то убежали, а Рагунадхудаса поймали все в тюрягу, этот человек приходил каждый раз и все намеревался избить Рагунадху. Вот каждый раз приходил и он сейчас дам ему. И каждый раз, когда он его видел, у него сердце таяло, я когда Рагунадх ему объяснил, так ты же мне как отец, это не было просто лезть, реально он так видел его. Вот в конце концов не выдержал, все, иди домой, иди домой, скажи просто моим братьям, твоим своему отцу, мы же брат, брату, чтобы он деньги вернул. Да и много других историй. Итак, это первый куплет, что на людей давит, на мозг, на тело давит материальный мир. И Госвами Вриндавана, чтобы помочь людям из сострадания, милость Господа Читания несут. И как они несут милость? Тем, что они любят людей, у них нет зависти, а люди это чувствуют, люди чувствуют. И они дают им то, что их может спасти, то, что уберет это бремя. Они дают им воспевание святых имел. Они сами сходят с ума, воспевая Хари Кришна Мады. Хорошо к людям не по-сектантски они относятся к им. Демоны все, демоны. Так нельзя проповедовать. Они же это чувствуют. Они не будут серьезно воспринимать. Понят я? Это первый куплет. Идем дальше? Ну успеем все. Второй куплет. Которые шесть госвами. В глубоком почтении склоняюсь перед шестью госвами, которые тщательно изучили боготкровенные писания, желая ради блага всего человечества установить вечные религиозные принципы. почитаемые в трех мирах они истинное приближище для всех живых существ, поскольку охвачены чувствами гопи и поглощены трансцендентным любовным служением Радхи и Кришне. Тут две вещи описываются. Первое это то, что они изучили все священные писания. Нана Шастра Вичара Найка Нипу Ном Почему это важно? Потому что есть дар Господа читания дар Господа читания сияющая любовь в акте и вот этот опыт который принес Господа читания вот это счастье и люди в ведической культуре люди в ведической культуре не принимают то, что не описано в ведах и на самом деле Господь читания вот эти то, что принес Господь читания оно есть в ведах оно есть там вот эти вечные принципы любви вот эти вечные принципы любви бескорыстной любви он есть в ведах сейчас я не помню точно шоку но у меня есть цитата где Господь Брама лично говорит я трижды проштудировал веды и понял что смысл в сихре это любовь к Богу поэтому в ведах есть эта любовь но в ведах есть также это же бесконечное количество разных текстов и люди все берут называют веды древом желания каждый берет из этого дерева то что ему желательно и народ обирая это обрывая это дерево вед не понимает в чем же самое главное в ведах и Господь читания принес но это в ведах есть и соответственно что сделали Гасвана Вриндавана они Гасвана я вот так буду рисовать с ним чтобы было понятно что это Гасвана что сделали Гасвана Вриндавана они взяли все веды взяли все веды все книги взяли и изучили придумали но тут с трудом пытаемся пару книг Шива Павупада изучить вот сесть просто спокойно почитать не получается мозг не дает все время надо проверять может кто письмо прислал есть такой момент в жизни 3 минуты читаешь 2 минуты уже в соцсетях потом 3 минуты читаешь 3 минуты в соцсетях но как можно что-то изучить с таким умом таблицы умножения только может быть и то в детстве то есть нет способности изучать а еще на санскрите это же санскрит надо знать они знали это все наизусть практически они перепахали все это ведическое знание выбрали оттуда самые основы то что подтверждает нашли подтверждение опыту господа читания они доказали что Шимат Бхагава там высшие праманы разгожили Шимат Бхагава там на полочке сделали шкаф кто сделал шкаф вот это вот все для того чтобы доказать и там на каждое утверждение на каждое утверждение философии господа читания десятки цитат из лет то есть может быть мы сами не знаем но у нас все нормально с основанием нашей веры они все это изучили все веды доказали правоту господа читания и один момент второй момент когда человек любители людей которые хорошо знают шастры прям не просто вот теретик как бы вот не так сказать буквально мудрецы буквально прям как мы их называем гиани ну прям вот они знают все 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 и вот как обычно человек который все 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 знает как он себя ощущает есть такой момент есть такой момент гордость ченахи пандит говорит что есть несколько примеров приводит и один из редко встречающихся вариантов чудо это когда человек знает и не гордится знание и гордость всегда рядом материальное знание материальная ученость и гордость всегда рядом если встречаете человека который знает и не гордится это какой-то махат такой редко бывает и вот соответственно они знали все эти шастры все это изгожили для нас чтобы мы могли изучать понимать куда идти технологию все и при этом они не гордились и также знание делает человека сухим обычно так происходит если человек реально обретает знание как он относится к эмоциям ноль эмоций потому что знание это означает отречение знание шастер и отречение это синонимы если человек реально обладает знанием он отреченным становится а что сделали а в этом куплете что про с вами говорится поглощены чувствами гопи чувствами гопи это же одни сентименты трансцендентные и вот они об таким огромным знанием но не стали сухими они охвачены чувствами гопи и поэтому они дают прибежище всем они могут дать прибежище они могут спасти людей потому что они истинным знанием обладают истинно и бавой обладают предмы вообще интересные точно я думаю может не надо так подробно третий куплет шесть госвами я склоняюсь перед шестью госвами которые глубоко постигли господа читанию и потому замечательно описывать его трансцендентные качества они способны очистить все обусловленные души от последствий и греховной деятельности пролив на них дождь трансцендентных песен на Говинде они вызволяют живых существ из пожирающей пасти освобождения и обладают искусством углублять океан трансцендентного блаженства тут тоже несколько качеств очень важных которые описывает Шиньева Сачарья первое он говорит что госвами Бриндавана почитают господочитание и поэтому они способны петь песни о Говинде связь какая видите то есть есть господочитание если мы кланимся господочитание то это приводит к тому что мы знаем Говинду поклоняясь господочитание в дайсиараси почитая в дайсиараси вот преклоняясь перед тем что у него есть человек обретает понимание кто такой Говинда и вот они соответственно знают господочитание преклоняются перед ним перед его качествами понимают кто он что он принес и это позволило им петь песни о Говинде так что вся карма карма обусловленных живых существ вся карма обусловленных живых существ горает так же написано смотрите они способны очистить все обусловленные души от последствий их греховной деятельности пролив на них дождь трансцендентных песен на Говинде карма в двух проявлениях есть в форме событий которые должны случиться с человеком и в форме дурацких желаний которые держат его здесь и заставляют совершать дурацкие поступки и получать реакцию так вот одно из качеств чистого бхактия это клеша огни то есть уничтожается вся карма в форме желаний и форме событий вся карма и вот так как они почитают господа читания хорошо его знают они получили понимание кто такой Говинда и когда они прославляют Говинду то люди которые слышат как они прославляют Говинду одно это слушание уже бхактия которое уничтожает у человека все их греховные последствия таково могущество их бхаджаны и дальше это освобождение не дают но бхактия это не просто освобождение следующая строчка говорит они вызволяют живых существ из всепожирающей пасти освобождения потому что когда человек избавляется от кармы как он себя чувствует вы пробовали от кармы избавиться нет как выглядит вот когда вы были боли такие моменты вот карма не давит счастливы как выглядит когда карма не давит нет желаний правильно преданные шавасану делали шавасану никогда не делали как ощущение после шавасаны вот а почему отлично не давит на мозг никакие желания вам ничего не дали в шавасане ничего просто забрали на мгновение и уже хорошо поэтому народ когда он достигает этой шавасаны когда он достигает от этого умиротворения что он хочет ничего не хочет он хочет просто висеть зависнуть в тумане брамана и вот здесь это сравнивают с пастью вот это вот шанти вот это шавасана сравнивается с пастью и что делает Гасвами Бриндауна они вытаскивают из этой вот как здесь давайте я правильно вызволяя живых существ из всепожирающей пасти освобождения потому что они так с любовью говорят о говинде что даже пробивают этих в шавасане что думают ничего себе да этот стих знаменитый Атмарама как это дальше Атмарама с чемуне гринанта с чем Атмарама Атмарама с чемуне гринанте забыл стих не грант я реакру ну короче я потом посмотрю у меня самый нужный момент я забываю все стихи чтоб не гордился похоже но я этот стих знаю у меня записан и идея этого стиха что деяние Господа Кришны настолько удивительны и привлекательны что даже люди достигшие освобождения от Атмарама те кто черпают счастье в самом себе внутри себя они хотят служить ему и вот они так поют о говинде не просто как-то что-то спели на индийский мотив и народ да ну люди в страсти скажут ну да хорошо поют освобожденные скажут а что ерунда какая-то мы тут висим хорошо так вот они так пели что эти вот обусловленные кармой они освобождались а те кто освобождились они с ума сходили по Кришне вот что делали Гасвами четвертый они отвергли любое общение с сознатью тут чхамад как что-то незначительное как люди вот сходили в туалет и потом никто не оборачивается что там осталось так вот точно так же они точно так же они не оборачиваясь оставили все свое богатство чтобы спасти несчастных обусловленные души они отреклись от всего оставив себе лишние набедренные повязки однако хотя они ведут образ жизни нищих они всегда погружены в экстаз экстатической любви гопи Кришни и постоянно купаются в его волнах волнах то есть когда человек в принципе могли бы Гасвами Вриндавана остаться дома на работе да или нет могли они это сделать Юг Тавараги знаете что такое могли они Юг Тавараги занять свои деньги да и быть чистым они были бы домохозяевами жили бы дома эти миллионы потратили бы на то чтобы проповедовать сознание Кришны могли так сделать есть хороший пример кстати вот в интернете можно будет рассказывать что видите Кришны это нормальные люди зачем они все это оставили при том и что они кстати оставили они они оставили деньги они были очень богатые очень богатые Рагунатдах Гасвами группа Санатана Гасвами очень богатые миллионы долларов они оставили власть группа Санатана Гасвами они были вторыми людьми после Хусейн Шаха да они оставили красивые удобные дома семью зачем они это сделали потому что у них было бы они все равно занимались всю свою жизнь преданным служением жили бы как домохозяева зачем это сделали чтобы других спасать но спасали бы живя во дворцах мало мало думаете вот вы смотрите вот у нас как устроен телег смотрите как у нас устроен телег на самом деле богатому легче было бы туда деньги есть туда пошел кого пример кому да вот представляете к нам приходит человек даже как его Гадатхара пандит был сбит с толку когда увидел пандарика леди нитьи а что про нас говорить если бы мы пандарика леди нитьи увидели то даже если видишь брамачарей с хорошим компьютером уже сомнения возникают что-то как-то он отречен сильно от отречения правильно будут люди верить вот если кто-то знаете надо бескорыстно бескорыстно надо пожертвовать Кришне сам на крутой тачке приезжает на рынок собирать пожертвования на раус-роуси да как люди будут себя чувствовать они не верят что он корыстен даже если он бескорыстен но кажется что ну как бы человек по себе суден и ради блага живых существ говорит наш Невасачай они все это оставили с одной стороны чтобы было больше времени писать книги и все остальное но так же чтобы люди видели что то о чем они говорят это нечувственное насхождение они не интересуются чувственными насхождением они жили там под деревьями и то каждый день их там раз в два дня они меняли эти деревья чтобы не привязываться к этому жили вот в одних набедренных повязках кушали через день пахту спали не спали так и вот это Госвами Бриндавана ради блага нас чтобы мы поняли что эти все Бриндаванские ливы это нечувственное насхождение это это про другое и так пятый куплет они были я переклоняюсь перед Госвами Бриндавана которые были поглощены поклонением Радхи и Кришни на трансцендентной земле Бриндавана где растет великое множество прекрасных деревьев смотрите вы Бриндаван видели, нет? смотрите что написано на трансцендентной земле Бриндавана где растет великое множество прекрасных деревьев усыпанных цветами и отягощенными плодами и где недра под корнями этих деревьев хранят в себе драгоценные камни видели, нет драгоценные камни Плодов даже не все видели еще, да? Эти шестеро Госвами способны даровать живым существам величайшее благо, ибо могут указать им цель жизни. Какой Вриндаван они видели? Духовный. То есть они жили в настоящем духовном Вриндаване. Вот это место, в котором мы находимся, трансцендентное, но мы его не видим. Вот какой признак того, что мы видим в Вриндаване? Не обращаем внимания на то, что не надо обращать внимания. А почему мы обращаем внимание на то, что не надо обращать внимания? Потому что есть материальные желания. Если мне хочется горячей воды, то когда нет горячей воды, то я замечаю, что ее нет. Когда мне хочется, чтобы было все приятно для моих чувств, то когда моим чувствам неприятно, то я это замечаю. Поэтому приезжая во Вриндаван, я вижу то, что приятно или неприятно для моих чувств. Это не дает мне увидеть Вриндаван. Я вижу только то, что связано с моими чувствами. Если там хорошая гостиница, Вриндаван – властное место вообще. Я видел Вриндаван, да, хорошее, там все есть. В Ананда Кришноване супер все. Или человек попал в какого-нибудь фулгашем. Ой, вообще Вриндаван какое-то место не очень. Ну что он видит? Он видит приятно или неприятно для чувств. Из-за этого, как все сознание находится на этом, не видны Вриндавана. А гостами Вриндавана что видели? Они их не интересовало восхождение чувств. Поэтому они видели трансцендентный Вриндаван. Как понять, видим мы Вриндаван или нет? Открывается, слышали такую вещь? Вриндаван открывается. А воде закрывается. Это, с одной стороны, аллегория, да, такая. Но на самом деле очень практичная вещь. Если в каком-то месте у вас появляется воодушевление на служение, это означает, что Вриндаван здесь проявляется. А если этого не возникает, а возникает, хочется кому-то в нос дать, значит, что здесь Вриндаван покрылся для вас. Вот и все. Служение и, если где-то, вдохновение. Потому что из этой земли идет вот эта энергия служения. И там, где это служение фонтанирует, значит, Вриндаван здесь проявился. Если служения нет, значит, Вриндаван там не проявляется. Очень простая вещь. А так, на этой территории, где мы находимся, постоянно что-то меняется. То тигры ходили, ели паломников, вы думали, вот сейчас столько беспокойств. Вот раньше было. А раньше были тигры, которые жрали паломников. А что, серьезно, да? Так и было. А потом были бандиты, которые грабили паломников. Бахтен такой первый раз, когда приехал в Вриндаван, знаете, как у него было служение? Встретился с гуру Делом своим на Сурья-Кунде. А потом взял команду полицейских и пошел сражаться с бандитами. Стрелял у местных бандитов. Это было первое село. А сейчас другая проблема. Рикши. Рикши, трафик. То есть постоянно что-то здесь происходит. И так как ум сосредоточен на материальном, то видно это. А не видно Вриндаван. И вот Госвами Вриндаваны, они видели, они находились в духовном Вриндаване. Они видели духовный Вриндаван. Эти драгоценные камни, да, под корнями, плоды, цветы и так далее. Давайте еще. Мы не споем преданно, хотя бы пройдем. Я склоняюсь перед шестью Госвами, которые были погащены повторением святых имен Господа и калии поклоны, установленные число раз. Они посвящали преданному служению каждую минуту своей бесценной жизни. И так победили сон и потребность пищи. Кроткие и смиренные, они приходили в восхищение, вспоминая трансцендентное качество Господа. Здесь написано Рогануга Саддана Бхакти. И здесь две вещи написаны. С одной стороны, внешние. Они были строги в своих обетах. Никакого чувства. В теле Саддаки есть два тела. Духовное, трансцендентное и тело Саддаки. И в теле Саддаки они показывали нам пример, как ведут себя гопи. Помните гопи, да? Пастушки сходят с ума по Кришне. Когда гопи приходят в этот мир как Саддаки, это шесть Госвами. Как ведут себя гопи, как Саддаки? Определенное количество начетках они повторяют. Победили эти побуждения чувств. Там не то, что, знаете, четыре регулирующих принципа, да? Это вообще даже не вопрос. Они даже спать перестали. Но никаких чувственных насхождений. Вот говорят, гопи насхождаются Кришней. Нет, они вообще не насхождаются. Мы с вами в Риндаване показали. Никаких чувственных насхождений. То есть читали определенное количество кругов, полностью обуздали свои чувства, победили сон. А внутри, а внутри что они делали? Вспоминали трансцендентных качеств. Вот это Рогануга Саддана. Внешне продолжается регулируемая практика, а внутри с Марана, медитация. Вот так жили шесть Госвами. Последние два куплета просто описывают, чем они занимались еще. Их состояние разлуки с Кришной. Я склоняюсь перед Госвами Вриндавана, которые порой появлялись на берегу Радхакунды или Ямуны, а порой приходили в Амшивату. Охваченные экстазом в сознании Кришны и любви к Кришне, они выглядели как безумцы. И в их телах проявлялись различные признаки трансцендентного экстаза. То есть унмада значит безумие. То есть они в безумии любви бегали на Радхакунду, к Ямуне. И что они там делали на этой Радхакунде и Ямуне? Следующий куплет говорит. Они громко взывали «О Радхаране, царица Вриндаваны, о Лалита, о сын Нанды Махараджи, где вы? Быть может, вы гуляете по холму Гавардхана, а может, отдыхаете под сенью деревьев у Ямуны. Где же вы? В таком состоянии духа служили они Кришне». Это называется любовь в разлуке. То есть они никогда не говорили «Я нашел Кришну, Кришна теперь всегда со мной». Они все время чувствовали, что Кришны нет. Где Кришна? Это состояние «Оргаслами Вриндаваны». Самое-самое великое, что может быть. Кстати, про разлуку, да, почему разлука самое высшее проявление любви, знаете, да? Нет, я завтра расскажу, ладно, сейчас не буду рассказывать. Но одним словом, да, одним словом, они находились в этом самом высшем проявлении любви Кришне, и они искали Кришну. И для нас это так же практично. Есть один вид разлуки из четырех. Один вид разлуки из четырех, которые могут практиковать начинающие предные и которые нам рекомендовавшие на праупане. Называется «Пурварага». Это когда человек еще первый, он первый раз встречается с Кришной. Он еще никогда не видел его. Никогда. Он только слышал о нем, и он хотел с ним встретиться. И для садаков это подходящее настроение. Потому что если я уже с Кришной, то мне не надо больше никуда развиваться. Уже все же нормально. Самое ужасное, если кто-то уже видит Кришну, это самое ужасное. Потому что дальше не будет продвигаться. И садака должен всегда быть в настроении «Я не вижу Кришну, я не чувствую эффекта, я хочу прогрессировать, мне надо двигаться, мне надо что-то делать, мне нужно служить». Это пурварага для начинающих, для садаков. Но то, что испытывали Госвами Вриндаваны, конечно, не начинающие, это настроение разлуки. И, может быть, завтра я пару слов об этом скажу, почему разлук является самым высшим проявлением любви. И завтра мы споем этот баджан, «А сегодня напарнику нужно рассказать, напарнице, вот если вы это не сделаете, все будет выветриваться, и у вас ничего не останется». Останется воспоминание, что хорошие были лекции. А про что не помним? Давайте мы на этом закончим. Харе Кришна! Всего доброго, Паадыки! Да!